ну чё попробуем выпустить видео рассказать все подробно как все нормально здесь будет сейчас не будет мешать ничем всем привет хочу выпустить очередное видео ну вообще подробно рассказать про галстаки слежку вот это травлю про pg вот это ну про глаза смысле ну про все подробно пишу там наркота всякой пишу завт-клиник сейчас все расскажу вообще началась эта история лет семь назад началась как она началась то есть я езжу москву зарабатывал неплохо зарабатывал неплохие деньги привозил то есть зависть может вот это углядели что там началось ну услышал такое то что я наркодилер для в дилер там короче перевозки наркотиками занимать ссоры там ну короче распространяю ну типа такой информации короче за меня распространили ну короче я в разработку попал но я не придавал к этому значению ладно думаю чем езжу на работу чем не бояться ничего не боялся ну катался москву и он что-то начал замечать в автобусах разных людей но агент вот это что-то шестое чувство у человека лицо как бы открывается но чуйка какая-то что-то происходит за твоей спиной не то ну вот соседи заметил как-то косо начали смотреть ну по-другому уже друзья кто-то как-то начали по-другому это намеки какие-то приколы какие-то там ну типа вон олег из москвы и приезжает там типа какие-то травы приводе дома сидит через заваривают там ну типа ну всякого такая шляпа короче ну я вот это каждый шутки доля правда как бы сказать и вот как я ездил в автобусы ну там же и на автовокзалах когда вот с москвы возвращался все это начал замечать ну что и чувствовали как и как-то вот то что вахты приехал заметил что начали машину возле подъезда ссс такие ттт стоять ну а такие номера ну понял что начали уже подъезд охранять и сидят с планшетами короче вот как я из подъезда хожу ну иногда так подглядывал на них ну всех с планшетами они 1 бац на меня посмотрит и планшет но я понял что уже дома на какие-то скрытые камеры значит есть уже установили но это по-любому был но рассказывал про телевизор надо этого дойдут сейчас расскажу ладно это подъезда охранять ну то есть магазины уже когда ходишь там в клуб куда-нибудь но допустим с одним и другом да я ходил в клуб да и он что-то постоянно под нос бубнил я сперва не понимал бубни думаешь перейдем перепил там или чё там с другим допустим баню пошел у него тоже такая же фигня с третьим я пошел там ну по погулять там по парку там время провести там пивка дерна семечки погрызть там тебя же без посадят что-то там и с кем ты разговаривает как будто и но я сперва не понял и другой говорит типа там ну сходи в больницу больницы зубному не хочет сходить там но проверить зубы наверно чё там ладно думаю не обращал внимание и как-то вот поехал москву точная вахту приехал ну и меня пломба вылетела пришлось обратиться в больницу зубному но у меня же чуйка была такая что что-то не то ну пришел больница все там зубы мне получились ты заморозили ну я думал один зуб будет лечить но остальные меня так здорово если были что это давай на следующей неделе приходит еще полечим те зубы и она за раз не один зуб лечила а где-то по 5 зубов ну короче у меня шло было и нос заморожен и вот поехал я короче на вахту в ногинск ну там короче на складе две недели через две работы и что-то слышу такой ну вот начал работать на коробке на был собирать на подоны то есть и на фуру вывозить на на тачке там это работа такая была по накладной собираешь и выводит и чё-то я работаю работаю с утра и слышу такой разговор в один летом дамы и господа сколько соберет коробок олег ставим ставки короче 4 3 вообще не понял не думаю ну не выспался ну и короче это потом вспомнил что вот эта связь зубная что-то ну вот это как друзья бубни то есть я понял что они уже на них работали я псих одну вторая вахта уже какие-то люди опять приехали 3 вахтов ну уже психану короче взял сумку и уехал короче домой то есть я их обломал с их ним этим слежкой 2 стаканом ну помимо этого на работе там один подходит ты гость под чем ходишь ты где берешь там ну такие короче вопросы ты почему такой радостный веселый такой именно им употреблять вот эти намеки такие но я понял что короче уже и они сюда добрались короче до меня и на третью вахту я просто беру сумку ну приезжаю и забиваем и уезжаем короче как бы на злое в итоге приезжая домой и вот там началось все потом такая играм короче вот это началось где-то два года назад часа я вот день рождения отметил съездил на троицу приехал в деревне и как-то ночью просто ложусь спать и резко начинаются головные сильные боли короче и какие-то голоса в голове а чего не спит вообще спит когда-нибудь и вот эта вся игра началась то есть меня подключили уже полностью я сперва не понимал что такое ну вообще короче дивана не мог вставать были такие ужасные головные боли и слышал разговор такие он солевой наркоман короче типа ему осталось только в окно выпрыгнуть типа ну ему 6 ему станет легче я вообще короче не дать до души не мог дать я уже июнь был летом жара было давление сильно я по улице ходил как робот короче я не понимал что происходит не знаю состояние такое меня было вообще непонятно что-то дай-ка думаю в зеркало на себя посмотрю что происходит смотрю в зеркало в глазами и глаза такие мне вон видишь горкики на глаза горит пленка есть ты должен горит ее выковырить и содрать короче ну я открываю рот ну смотрю короче а мне кажется все зубы там замазаны ну перелечиваю я уж ну такой понял короче ну вот это все мне по наставили в зубы разговор вот эти голоса все началось меня короче полностью подключили ладно я так где-то месяц пролежал дома деньги у меня были счетом на карточке я понял что хотят они довести до такого чтобы у меня жрать дома не был на карте с голоду умерли счетка нибудь на преступление пошел и сколько я так вот три месяца шут дома провел чисто дома ну вот 30 еще меня там было где-то ли с лишним тысяч экономил я как-то ну кушал питался потом начал в кредитную карту залился ну короче начал на кредитку жить я понял что меня хотят это свести для того чтобы я в кредите был в долгах весь из голода у меня был такой что у меня дома кушать не было уже все после трех месяцев у меня лимитка на кредитки на человек это там ну то есть я не мог уже на кредит на кредитке минус 30 и было и я не мог пользоваться этой карточкой я начал уже похлебки там ну дома заваривать кипятком и у меня состояние было такой дурной и я думаю что то надо делать короче ну решил короче я уехать в таком состоянии в москву думала там легче будет и там я выкрукаюсь но поехал я в краснозаводск я короче уехал отсюда ну приезжаю краснозаводск там также эти же голоса уже ну вот это все через глаза не наблюдают короче вот игорь приехал нашего логово ну короче типом мы другие мы хотели меня с ума свести чтоб я с ума сошел ну и короче приехал я в краснозаводск ладно думаю голоса ты голоса думаю как-нибудь перетерплю буду работать сразу скажу я где-то месяцами месяцами не спал я спал знаете как вот организм был уставший весь вот ночью не спишь неделю две недели и потом бац и организм устает и вырубаешься чисто в такие дни я спал но приехал вот краснозаводск но первый месяц работаю второго месяца с кредитки вылез думаю сейчас там на ноги стану сейчас подкоплю ну и зубы своим протезировать буду я уже понял что это все зуба короче нужно удалять их и бац короче такая ситуация опять только вроде все началось но я говорю же они мысли могут читать и короче купить 3 месяц работаю перестали деньги платить четвертый месяц работаю ну думаю сейчас задержки муж какие-то заплатит короче ну кредитка пока не залазил деньги были где-то 40 тысяч накоплены еще и позднее как-то вот работаем смотрю короче бригадир короче с кем-то бог нет уже люди на бригаде в москве я думаю нифига себе короче такую же связь подключили оказывается них одну в краснозаводске уже решили продолжить эту игру свою ну вот это галстаки ты вот это там все вот этот ну кто прохалу это не суть важно лана бригадируем бригады уезжает и пытали как работы дальше деньги получим но я тигр переведу ну работаю третий месяц деньги заканчиваются уже ну вот эти которые накоплены четвертый месяц и уже понял короче ну в кредитку начал опять заладить что здесь уже чё-то ну это опасивает таким то что опять подстава какая-то идет чтобы я в долги залез опять короче не смог выкарабкаться ну чтобы я не смог хирургу пойти и как ли вот пятыми четвертый пятый месяц я жил на ставках короче ну чисто в 1xbet поднимал деньги короче не знаю как но мне повезло я каждый день по полторы тысячи рублей подымал ну у меня это может есть там футболе разбираюсь его два месяца я жил на ставках короче питался и потом я уже понял то что уже вот в апреле месяц это прошлом году было то что я не ну это для чего они хотят довести денег не будет и то есть я с кредитки деньги снимаю ну к хирургу короче давай говорю ну делаю рентген рентген я показывал там видео вы видели на рентгене я увидел вот это все вот эту картину я говорю вот это кто мне рентген делал это чё такое говорю что происходит мне говорю живые здоровые зубы чем это насували я буду удалять на метка когда удаляй горит я гришь равно протезировать собираюсь ну хочу эту улыбку красиво и вот я на кредитку успел 14 зубов удалить в краснозаводске 14 зубов ну за месяц я уже понял что у меня сломать хотят я не спал месяцами мне головные боли были потливость ну вот это все то есть представьте таком состоянии работы ходить ладно работа была на накладе то есть не на сделке такая спокойная работа ладно ну опять залез в кредит уже 80 тысяч я потратил там на удаление или сколько ну плюс все питание мне надо было плюс прожить на прожить как-то в чужом городе представляете да в таком состоянии и и вот опять приходит ну год проходит троица я звоню бригадирую и говорю деньги будут денег нет колес подожди чуть-чуть горит но я уже понял короче то что опера уже их там это завербовать ну вот это все если вот это канитель идет галсталкин ну меня 5000 короче скидывает на дорогу до дома на троицу там к мамке на могилку съездить ну говорю так и так ну скидывает мне 5000 рублей в том там уже такое состояние было когда 14 зубов удалил то что уже не мог в один из под играть ну то есть уже все я через болела все это отеке вот это и вот приезжай короче я деревню на троицу и вот сейчас расскажу самое интересное ну вот это все накопилось решил я короче чуть-чуть это какого но 14 зубов удалил мне стало полегче намного легче решила я в деревне расслабиться где-то два-три дня и там сама гоночку христом так это кальяна и так просто нервы успокоить и вот три дня я по христалл решил домой приехать обратно сюда но я знал что уже друзья там уже не друзья там уже завербованы я не от не успел отрезветь нас похмелье с похмелья я приехал сюда и у меня как раз деньги все закончились ну я полу петлю полу пьяненький такой на улице карте решил похмелиться надо к думаю ну к этим вот с кем общался зайду может 100 рублей думаю на пиво спрошу ну зашел такой думаю сейчас 100 рублей возьму похмелюсь домой зайду отосплюсь нормально все будет ну дальше продукты выкручиваться из этой ситуации из этой кредиты а кредитная карта у меня была еще такая беспонтовая проценты большие там то есть я уже я еще взял второй кредит сбербанке краснозаводский но я не воспользовался я его закрыл ну типа заблокировал ну неправильно короче и вот я приехал в деревне короче вот это кредит у меня висит один беспонтовую же где там просят проценты плюс еще долги за хату накопилось там за полгода ну короче в долгах весь был и тут короче приезжай вот деревня ну вот пиво и вот друзья выходят и грибах милитик горю ну короче работать на них уже короче по подставе короче берут вызывают короче скорую машину скорую машину но я думал наркологи мне сейчас повезут но они такие смотрят ну чё грызу вы иди зубы игру дали таки так хочу протезироваться там потом слышу такие разговоры они по ходу по телефону и так преподнесли шеях плоскогубцами в юрге он ну и так смешно может будет смешно но на тот момент я вообще уже все я не знал что делать они меня надевает короче ну я рыпаться начал ягру домой пойду отоскать все нормально будет и они одевают меня эту не знаю рубашку связывают меня короче в машину укол короче везут на бсмп проверять короче ну там чё у меня стоматолога хирургу хирург там и говорит да у него какие-то железки горит внутри люба выйдем там внутри железки стоят но добить но вытащили мне все вот эти штифы или что там оставили специально вытащили ладно я думаю что делать что делать короче ну уже все за всех что вырываешься это все срываю себя почти выбрался но хотел убежать там еще двое прибегает меня связывать короче ну в итоге у меня в дурку короче закрывает ну вдруг привяжут кровати сколько я там привязанный был лежал короче ну под уколами потом короче меня отвязали где-то 10 дней меня там кололи всякой фигней плюс опять калики вот эти таблетки их не представьте я вот в этой дурке очухтился я думаю ну я еще не понимал где я нахожусь я спрашиваю короче в 1 я где в наркологии под капельницы нет говорит братан ты говорит психушки лежишь я такой елки чё за фигня думать такая все понял короче это подстава такая и представьте я вот это целый месяц ну там провел под этими колесами стякинет снотворки с такими людьми в таком состоянии плюс вот эти голоса в голове мне вот эти были беспонтовые вот это как они меня это ночью спать не давали из каком я в очках я не знаю не при не могу представить каком воду я находился я на тот момент не знал что со мной происходит как мне выкрутиться чего делать вообще еще кредиты висят два кредита то есть один там процента 2 я оказывается неправильно это заблокировал просто карту заблокировал они кредит закрыл я вот месяц лежал под этими колесами там у меня в голове не значит творилось ночью спать не давали что вот эти снотворные более-менее как-то расслабляли в итоге на четвертую неделю подходит ко мне главврач в больнице я уже как-то собрался силами давай рассказывай гитаре чё прыгну там а осмотр смотрит на твое поведение да говорю перепил горел меньше пить надо короче типа белочка пришла а зубы зачем удалял ну вот говорю что-то походу в москве не то выпил вот говорю это крышу сорвал ну короче на синьку съехал ну короче типы шизофрения короче выписали короче полгода на учет меня поставили ну на учет я забил как всегда вот эти таблетки выписали какие-то я их выкинул сразу как выписали меня с больницы ну типа это пить нельзя короче не пей и здорового образа не все будет нормально короче никакой справки нету никаких наркоты полностью здорово адекватный ну выписали меня плюс вот эти отходники у меня начались как в больнице выписали я то есть вот это то что мне лекарства выписали я понял что их не надо пить но полгода горит нас те попить их я их сразу выбросил мусорные ну все вот эти бумажки разорвал тоже на одну учет ходить и вот я пришел домой представьте в больнице с двумя кредитами плюс вот это состояние вот эти отходники вот эти начались от таблеток плюс уже народ везли на этого дворе ну то что я уже в дурке отлежал там уже один там парнишка есть вот сейчас расскажу вдруг бывший ну как уже все который меня положил туда он там сам полжизни провел ну него после армии крышу сорвало и он там полжизни провел и он меня туда отправили они двоем меня туда отправили хотя он там знал чужа такая ну чужа жизнь там там вообще страшно находиться если честно я вам скажу и вот вот эти ломки начались от таблеток у меня но отходники вот эти от уколов вот это всего за месяц я думаю я думаю переболею как перетерплю плюс мне эти псевопы даст только заебали что у меня ноги дрожали вот так вот я не мог ночью спать короче нормально я все время гулял по уходу уходил куда-то не мог совместно найти плюс два кредита и вот я собрался силами пошел сбербанк ладно женщина хорошая попалась то что вот пришла смс у меня второй кредит типа там 50 тысяч я брал меня уже проценты начали капать я думаю что делать что делать там тысячи с лишним уже женщина попалась хорошие там она мне все сделала как-то там запрос делала туда в город краснозаводск ну помогла короче мне закрыть этот кредит я заплатил эти проценты просто так ладно с этим кредитом я как-то разобрался лишь у меня кредитная карта вот было 80 тысяч там проценты бешеные начинались мне пришлось там 90 тысяч взять сбербанке я уже не знал ну просто онлайн набрал 90 тысяч на бум ну перекрыть кредит и мне как-то повезло я не знаю кто помог но мне одобрил открыть то есть я перекрыл сбербанком этот кредит ну кредит ну 90 тысяч ладно мне успокоился и тут вот началось самое страшное короче вот эти отходники я короче не мог дома спать у меня дома не было продуктов я кушать не мог плюс эти начали шестнадцать тысяч там за кварплату плюс там какие-то ну и домой бумажки короче вот это все завалилось на меня мне вот это вся в голове плюс меня ночью не давали спать и короче меня начали ломать короче я не мог спать я ходил по улице сейчас подойдем к этому разговору мне начали глаза вот горит заберись повыше спрыгни с высоты какой-нибудь и тебе станет легче короче либо повесься горит либо горит вены скрой себе ну там сделай что-нибудь с тобой либо окно выпрыгни и все эти твои проблемы уйдут до такой степени я был уже сломлен я уже все я не знал и вот как-то ну там начались такие страшные этом мандражи судороги по ногам то есть я не мог даже лежать нормальные диване и тут все меня сломала короче я уже все не мог я не выдержал короче я взял от халата этот пояс и там в туалете на трубу повесил петлю короче ну в итоге короче я закинул на шею я вздернулась короче ну в глазах потемнело в ушах колокола начали бить темнота тишина короче ну все ушел я короче ну просыпай ну просыпаюсь короче на полу на затылке шишка короче шея перетянута короче меня шея перетянута ну просыпаюсь такой где нахожусь что происходит думал всем на том свете смотрю короче ну шея перетянута глаза давление смотрю петля оборвалась короче у меня ну снимаю короче завариваю там но водички там ну такой думаю на 4 ну такой собрался что-то надо делать как выкарабкаться короче из этого кредит из этой ситуации было хреновым короче и в итоге короче я поехал на в таком состоянии ну короче более-менее пришел с тебе уже не знал из последних сил поехал на кладку лови короче попал им такую кладку где 36 килограммовые блоки надо было подымать 12 рядов и представьте меня в таком состоянии чтобы выбраться с кредита 90 тысяч плюс вот это зубы вот это все десна болели плюс долги 16 тысяч за квартиру там накопилось ну все короче я пришел собрал силы и поехал туда выдержал я это все короче заплатил за ну рассчитался сдал нужны к оборплату короче на кредит начал гасить потихоньку уже там до 7 до 80 довел короче ну все долги рассчитал но все равно у меня ломала короче опять приехал сюда я уже не знал как держаться уже из последних сил я думал буду до победы он драться бороться с этим я поехал на кровь два месяца я потел два месяца меня потливость была боли в сердце головные боли вот это мандраж по телу ночью не спал короче ну спишь когда ты уже организм уже весь уставший я был такой худой весь худевший весь ну такой ведь грязный уже все ну и уже ничего уже на все забито я два месяца выдержу это меня ломали как могли я заработал там сколько сто двадцать тысяч я выбрал практически выбрался с кредитом и вот хочу не вам такую вот историю рассказать вырвала зубы до оставшиеся и вот посмотрите в каком еще состоянии вот такой вот галстатин короче был вот самое страшное то что вот это вот на петлю залез но сейчас это как-то знаете воспринимается не так но все равно неприятно я тогда понял что мне кто-то помогает то есть не сломался но был момент да вот этот самый страшный когда я уже не выдержал когда вот здесь закинул я очнулся на полу и меня кажется оборвалась то есть кто-то мне помог короче вот поэтому я это все выкладываю хочу вот рассказать вам такое историю держаться не надо сдаваться никогда держаться ну все наверно хватит пока все но я пошел на поправку я бы краткость почти всем всем добра короче желаю держитесь вот вам вся информация если не дай бог вам таком состоянии же два года вот это кредиты вот это долги вот это все ночные игры вот это ночью не спать ну вот это кто-то поймет вот это ну кто страдает от этого по ситирую тот поймет короче все всем добра всем респект все охуенно короче не обращать внимание мышцы я просто чуть-чуть вспотел насчет петли не знал как это преподнести ну рассказать ну и насчет психушки я хочу дополнить нет у меня никакой справки я полностью адекватный никакой наркоты там черный ты ну вот эти кто если маски пишет бифидрон хуефон там блять просто это у людей зависть там сплетнями закидали короче ну и в разработку попал короче напичкали вот этой связи всякая одеваться некуда пришлось убирать меня чтобы информация к не расплывать